И республиканского издания «Экспресс-К» Влад Кожухарев с темой «Нынешнее положение в Украине и в Крыму. Взгляды Казахстана. Марш мира. 21 сентября в Москве. Как его поддержит Казахстан?» Вот такие темы у нас сегодня определены. Добрый день. Добрый день. Во-первых, я сразу обозначу. Пропаганда российская у нас работает не так сильно, как в России. В основном казахстанцы недостаточно информированы. И вот, поэтому, наверное, некоторые вопросы, которые я задам, будут звучать для вас достаточно банально. Но именно казахстанским читателям это очень интересно. Ну вот, давайте вкратце. Вот как вы в данный момент характеризуете ситуацию в Украине? Коротко и ясно. Ну, она сложная достаточно. Но война идет только в двух областях. В Луганской и в Донецкой. И, в принципе, все остальные области ведут себя достаточно мирно. Вот. Ну, за исключением тех людей, которые там помогают армии и принимают раненых. Скажем так. То есть для большинства населения в Украине порядка 50 миллионов жителей. И для большинства населения, в принципе, войны нет. Как ее пытаются представить те же российские СМИ, да, что у нас тут война тотальная, повсеместная, гражданская, очень страшная. И, как бы, войны на самом деле нет. Вот такой тотальный, повсеместный, страшный. Ну, то есть все остальные Украины, если у вас правильно понял, что я думаю, радуются жизни и так далее. Да, так и происходит. Угу. То есть, почему вы так категорически против партнерства с Россией? Вот я из Казахстана, Казахстан вошел в Евросоюз. Я пока не вижу таких принципиальных минусов. Может быть, Евросийский Союз, извиняюсь. Почему вам так прийдет это партнерство? Ну, потому что Россия ассоциируется у украинцев с беззаконием, прежде всего. То есть, решением вопросов с договорниками, с большой коррупцией. И Украина сделала свой выбор еще в ноябре месяце, когда, как бы, настаивала на подписании ассоциации с ЕС. Тут вопрос в том, какой вектор выбирает страна. Мы выбираем западный вектор. Что вы ожидаете от западного вектора? Мы не ожидаем вступления в Евросоюз. Мы понимаем, что этот процесс очень долгий, действительно долгий, растянутый, если не на годы, то на десятилетия, как видимо, как максимум. Потому что не будет такого чуда, как вступила Польша буквально в течение полутора лет, и там не оказалась в Евросоюзе. Сейчас, в принципе, пожинает и плоды, и прелести, и трудности все сразу. С Украиной такого не произойдет. Украина огромная страна для Евросоюза, опасная страна для Евросоюза, так или иначе. И мы ожидали только подписания ассоциации, как зону свободной торговли, и обязательного условия от Евросоюза, чтобы у нас заработали законы. Вопрос в том, что, по всей видимости, товары к вам везутся через территорию России, и это блокирует Россию. Ну да, это понятно. То есть, вопрос не в Украине, который... То есть, не в новую связь обрвали сейчас. Нужно налаживать что-то новое. По-моему, это жоковая терапия для Украины. У нас произошло рост курса доллара, и произошло какое-то увеличение цен, но оно не катастрофическое, допустим, как оно было в кризис 2008 года, когда курс был 3 гривны, а вырос до 5 гривен. И несмотря на то, что сейчас курс там 13,5, да, 13 гривен, да, был 8 еще полгода назад, ну, в январе это играли. Вот. Но катастрофического скачка цен не произошло, в принципе. То есть, люди работающие не ощутили вот этого скачка, да, те люди, которые работают. Возможно, что ощутили пенсионеры, потому что подорожали лекарства, на какие-то там пару гривен подорожали какие-то продукты. Но в основном люди работающие не ощутили вот этого ухудшения, да, про которое рассказывают, опять же, российские СМИ. Кто такие сепаратисты, на самом деле? Я понимаю, что сильно британская пропаганда водит туда войска, но кто вот эти граждане Божьей Украины, граждане Украины, скажем так, ну, которые потребовали какой-то своей независимости, Донецкой республики, кто сейчас ушел с автоматами на улице? Ну, вы имеете в виду, на... По статистике. ...которые вышли на Донбассе, правильно? Да, да, да. В основном, по статистике, это те люди, которые... авантюристы по жизни, да, которым просто... ну, как правильно, это... Многие среди них компьютерные гейлеры, которым просто было необходимо пострелять, по большому счету, да? То есть они думали, что жизнь — это продолжение компьютерной игры, которую ты себе потом нажмешь Ctrl-Z, и все вернется обратно, да? Или... вот эти люди как раз-таки, они гибли в первые дни войны пачками. Это правда. То есть эти наемники, которые пошли... Регулярная армия зашла в августе месяце, и сначала регулярная российская армия зашла в количестве небольшом, это было где-то в середине августа, а в большом количестве, всего, контингент в 15 тысяч человек зашло 24 августа, в День независимости Украины. Вы сказали, по статистике. Какой именно статистики? Кто эту статистику предоставил? Ну, как бы, Раф, вы имеете в виду, что... Ну да, вот это, как бы, это мнение наблюдателей, те люди, которые там бывали, либо какие-то независимые корпорации, которые это изучают. Во-первых, в статистику ведет АБСЕ, миссия АБСЕ работает на Данбассе, работает у нас, мы общаемся активно. Миссия АБСЕ работает с марта месяца по 10, очень эффективно и активно достаточно. Мы общаемся с ними, плюс ко всему, те, ну, инсайд, который поступает из Донбасса, то есть люди, которые у многих там остались, и друзья, и родственники, и мобильная связь не первая, она так или иначе поддерживается. И мы получаем информацию. Мы получаем даже информацию не сколько от СМИ, да, от украинских СМИ и российских СМИ, потому что по своему журналистскому долгу мы, ну, как и читаем, и отсматриваем это. Мы получаем очень много информации из первых рук, и мы ее анализируем. У нас совсем другая картина жизни, чем она представлена в российских СМИ, в украинских СМИ. А вот ситуация в Крыму, которую сейчас считают российским, поднялась зарплату, поднялись пенсиями, или вроде бы рады. Ну, по крайней мере, такую картинку рисует нам, как и российские СМИ, но, частью мы их подхватываем. Но при этом выросли цены, причем они выросли настолько неконтролируемо, да, то есть там нет контроля, государственного контроля над ценами, оно было там в Советском Союзе, которое не собирается вернуть, там, и все такое прочее. Вот, допустим, выросла... У меня в Феодосии в Крыму осталась тетя, она получала пенсию порядка, там, тысячи... Ну, тысячи 150 гривен. Сейчас у нее на украинские деньги пенсия порядка трех с половиной тысяч гривен. Но при этом выросли цены на продукты так, что это не компенсирует, как бы, вот ту высокую пенсию, которую она сейчас получает. Ну, мы делали запросы из газеты, и некоторые люди говорили все-таки, что в Крыму стало что-то лучше. Ну, это вот такие независимые... Обыватели, да, я не скажу, что я кирпичу образованию, я хочу... Хотите, я вам скажу, у меня мои друзья вели бизнес в нескольких городах Крыма, в Севастополе, в Керчи. И они вывели этот бизнес, они успели его вывести до референдума, потому что, ну, они понимали, что, в принципе, как бы ничего хорошего не будет. Они успели вывести его до референдума. Очень многие просто потеряли не просто бизнес, да, это те люди, которые что-то... Нет, лучше стало жить тем людям, которые привыкли жить за чей-то счет, да, пенсионерам, ну, бюджетникам, возможно, каким-нибудь. Это процентов 30, скажем так. Это широкий слой. Но люди, которые привыкли работать, да, и зарабатывать, они не стали жить лучше. Наоборот, то есть на смену донецким пришли российские, да, которые очень легко отжимают бизнес и забирают все в свои руки. Вот и все. Невозможно, допустим, мы общались с владельцем кафе на южном берегу Крыма, который говорит, ну, у меня нет посетителей, потому что нет сезона. У меня... Я не могу поднимать цены, да, на свои блюда. Извините, пожалуйста. А можно не разговаривать? Если вам не интересно, то, пожалуйста, вывезти. Вот. Я не могу поднимать цены настолько, чтобы... Ко мне просто перестанут переходить даже те единицы, которые... А тем не менее продукты выросли. Очень сильно выросли продукты. Несмотря на то, что есть ряд магазинов, которые получают до сих пор украинские продукты, которые выше по ценам все равно, чем в территории... Ну, в континентальной Украине. Но тем не менее, они... И российские есть продукты. Но в те супермаркеты, которые торгуют российским товаром, нет очередей. А которые торгуют украинскими товарами, стоят очереди. Как вы считаете, вот это благополучие крымских педжейников, это временная мера, то есть... Естественно, временная. Это до выборов мера была предоставлена для того, чтобы люди просто пошли на избирательные участки. Были выборы, местные выборы в госсовет Крыма. Они теперь называются бывший парламент Крыма, который называется теперь госсовет вот этой федеральной республики. Вот. И он... То есть провели выборы, по всей видимости, проведены какие-то там реформы сейчас у них. И по всей видимости, то есть Крым остается дотацией, он висит на шее у России, да? И Россия, выбирая между тем, чтобы построить дороги где-то там, не знаю, в Перми, выбирает для того, чтобы обеспечить пенсиями крымских пенсионеров. Это продолжаться так долго не может. Тем более, учитывая то, что в России сейчас тоже идет обвал цех. И... Да, да. Да. Вот буквально недавно красноярские пенсионеры и учителя говорили, что им задерживают зарплату, пенсии, и все деньги идут. Вот, то да, на Донецк, вот, именно так. Если вы скажете, на порт, то в ближайшее будущее Крым ждет лихие 90-е, то есть криминальные разборки. Но все дело в том, что, опять же, в Крыму, Крым сам по себе обладает такой энергетикой, которая глушит любую агрессию. Это правда, это говорят сами крымчане. И, допустим, в 92-м году, когда в марте месяце, в Крыму попытались провести то же, что потом в мае-июне провели в Пенистровье, да? То есть, вооруженные люди попрещали оружием в центре Симферополя. И в принципе, в принципе, на тот момент милиция справилась, правоохранители тогда справились, и вот сепаратизм крымский не прошел, как прошел сепаратизм в Приднестровске. Такая ситуация была в Крыму в 92-м году. Как будет сейчас, все дело в том, что вся полностью верхушка, допустим, полиции, там уже теперь полиция, полиции и органов госбезопасности, она сменена полностью, и там остались, там, это российские ФСБшники, российские, как это называется, полицейские, и полностью все российские чиновники, потому что, допустим, ситуация с экологическим институтом в Симферополе была такая, что все сотрудники института быстренько взяли с себя российское гражданство и паспорта в надежде на то, что сейчас пойдут эти все бюджетные хорошие зарплаты и все льготы, но на самом деле просто всю верхушку в этом экологическом институте убрали полностью и заменив ее на россиян. То есть людей уволили за проф непригодностью, они не проходят российские тесты, якобы. И остались только самый низший персонал среди вот этих экологов, а все остальное это российские чиновники, российские граждане, которые приехали из глубинки, из России и теперь там живут, руководят и получают эти высокие зарплаты и все остальное. А вот это движение патриотическое, чтобы сохранить корму украинской гражданству и так далее, это патриотическая акция, либо это имеет в виду какой-то материальный подобреку? есть ряд людей, которые действительно их не очень много, у нас на прошлой неделе была Лиза Багунская, она была у нас на притинге, она сказала, что где-то порядка трех тысяч граждан, которые принципиально, идейно не берут российские паспорта и остаются гражданами в Украине. То есть это и не и не политические, и экономические цели не преследуют. Да, это не преследует никаких экономических целей, потому что эти люди в принципе остаются без работы, эти люди, которые помогают другие крымчане более состоятельные, эти люди, которые или зарабатывают деньги на жизнь какими-то сезонными заработками, не связанными с оплатой налогов государства России. То есть роль национального вопроса о событиях на Украине и так далее. Действительно ли она яркая, как это бил российский СНО? Действительно ненавидят все русское? Это неправда, потому что это смешно, потому что мы совершенно спокойно говорим на русском языке, нас никто за это не сажают в тюрьму, не угнетают и не говорит разговаривать по-украински. У русского статус государственного языка второго? Второго государства у русского нет, у нас единственный государственный язык украинский, но есть законы про региональных языков, которые разрешают региональным языкам, а в Одесске несколько на самом деле кроме русского есть болгарский есть болгарский гагаузский языки который в принципе приравнивается к статусу регионального и вся документация в органах власти может вестись на этих языках но пока соблюдается только с русским языком я понимаю украинскую газету не возьмут русскоязычного журналиста украиноязычная газета у нас точно такая же ситуация у нас русские казахские но если я пойду работать в казахскую газету естественно там никто не возьмет ну так который вещает на казахском естественно нет на самом деле совершенно спокойно случай который два дня назад рассказывала моя знакомая ее ее подруга работает российская журналистка с российским паспортом работает на украиноязычном канале стиль владение языком нет но при этом репортажи она пишет и говорить и то что она запоминает на вопросы по украински она отвечает плохо но тем не менее работает вопрос то что насколько ты быстро хочешь перестроиться для того чтобы обладать той или иной работой если ты хочешь работать и зарабатывать линии ты выучишь любой язык даже идешь ничего страшного вопрос не в языке опять же потому что допустим ну да именно так и рисует что притесняет всех русскоязычных и русских поколений нет никого здесь не притесняют это это неправда потому что люди совершенно спокойно например мой ребенок когда переводилась из из младшей школы в среднюю гимназию я ее спросила какой ты хочешь учить язык но на каком языке вести преподавание чтобы на русском было преподавание или на украинском в основном на украинском это мой родной язык хотя у нас русскоязычная семья мы не разговариваем по украински в семье ну вот так сложилось потому что слишком много всяких нами намешано и как бы все говорят по-русски но никто опять же опять же вопрос вопрос даже не в том что советский мы ездили когда по области и у нас есть допустим всего Париж в области и российские названия есть Орудие, Пародино есть такие у нас села в Одесской области с переселенцами давнишними еще переселенцами из разных не только губерний российских но и были немецкие колонии были голландские колонии но не в этом суть вопрос в том что люди говорили если мы будем жить лучше да мы будем учить и французский язык это нам не сложно абсолютно вопрос в том что вопрос не в языке вопрос в экономике в реформах то есть из того что опять же опять же причина Майдана была не в том что люди там вышли чем-то в том что люди вышли за то чтобы не топтали их права если у меня есть право на мою частную собственность у меня там есть участок земли на котором я веду бизнес у меня там есть какая-то ферма а в какой-то момент придет человек и ее просто заберет это было вскоши рядом во всех уголках Украины когда люди семьи донецкие приходили и забирали у тебя твой бизнес и говорили ну переживешь как-нибудь мы тебе же тут дадим вот там 15 процентов от того что стоит этот бизнес и люди работающие да там работающих 12 14 часов в сутки естественно что вот они как раз таки первые выходили на Майдан в Майдан выходили студенты которые хотели получать не корочки а европейские знания а корочки можно получить сейчас в любом вузе а российское знание? нет российские знания не хотели вопрос не в том вопрос в том что молодежь да люди там младше 30 лет они много путешествуют это стиль такой жизни да то есть они много общаются со своими сверстниками в любой уголках земли и они много путешествуют для того чтобы путешествовать недостаточно знать язык да и обладать какими-то доходами в принципе даже доходы сейчас неважно потому что мы тоже сможем путешествовать мы знаем что на 150 евро в принципе можно объехать пол еду это правда вот вопрос в другом что людям нужны было то есть образование такое которое позволит тебе в любой точке мира устроиться на работу и получать нормальную зарплату такую не хуже чем ты получаешь на родине с российским образованием это невозможно потому что тебе все равно придется доказывать свое образование где-то за границей да переучиваться пересдавать и все остальное и для того чтобы украина могла получать такое же образование нам нужно просто действительно быть рядом с европой быть вместе с европой и двигаться по европейскому пути развития ну вы сказали этот процесс долгий нет ли такой вероятности что допустим безвизовые въезды в страны европы и народ просто разбежится работать на каких-то фермах украинцев то есть как так же рисует российская пропаганда то что источник рабочей силы дешевой абсолютно нет почему потому что в европе достаточно дешевые рабочие силы допустим на плантациях во франции в италии работают легко совершенно выходцы из алжира из туниса и зарабатывают украинцам не нужно ехать для того чтобы где-то заработать денег опять же у нас настолько богатая и щедрая земля что мы можем зарабатывать легко деньги здесь вопрос том чтобы опять же у нас не забирали то что мы зарабатываем вот вот это вот боязнь потерять то что ты зарабатываешь это было в принципе все советское время когда когда у самых работящих людей отнимали то что у них есть и устроили голод 32-33 года ведь пострадали потом все люди которые как бы просто работали остались бессильники ну голодомор это сложный вопрос нет на самом деле это не сложный вопрос потому что это сложная я имею ввиду тоже в ключе идеологии да его привыкли подносит да российские на него делают большие ставки ну и так далее то есть если я вас правильно понял от Европы в первую очередь вам нужен юридический институт вот этот закон проверенный столетиями и так далее безусловно то есть никакой экономики никаких инвестиций влияния то есть то что дом добрый европейцы придут всех накормят нет нет опять же нас не надо кормить мы сами кого хотите накормить это правда мы накормим кого хотите вот ну серьезно потому что допустим цены в осло и цены в украине да в норвегии и в украине цены на продукты это две большие разницы говорят у нас в одессе там за одно яблоко ну так условно говоря заплатишь 2 евро а тут на 2 евро ты купишь 4 килограмма яблок то есть как бы разница правда ну я бывал в Украине это заметно вообще это чувствуется качество товаров качество продуктов и цена относительно да нам нужна Европа не для того чтобы там покушать а для того чтобы учиться для того чтобы общаться для того чтобы у нас соблюдались законы у нас получается понимаете брифинг мой а не ваш мы вот любое такое время в принципе назначили ну как бы пообщаться без проблем совершенно спокойно вопрос ну давайте я вам позадаю теперь вопрос хорошо но если вы не против смотрите в Казахстане мультинациональное население да все таки при всем как бы в том что титульная нация казахи да все равно много людей которые переехали да болгарские села чирские да да немцы наверное которые еще не все уехали немцы практически все уехали остались евреи которые нет тоже уехали там единицы это либо старики либо те которые просто боятся переезжать вот в основном отношения к Украине неужели правда вот отношение такое как у нас очень сильно российская пропаганда она намного меньше намного вот таких что нет ну во первых я уже пытался вам рассказать эти миру у нас главный редактор нашей газеты довольно неглупый человек он следит за всеми СМИ ну заходит наверное не на те сайты но у него нарисована такая ситуация которую я объясню злые бендеровцы хотят присоединиться к Европе науськанные штатами науськанные Европой ну чтобы сделать шпильку это России ну а нормальному народу это все не нравится они хотят сохранить свои права и так далее национализм там вырос выросли ДНР потому что любой патриот Украины который с трезубцами с желто-блакитным прапором это фашист он только хочет чтобы всех русских выжить оттуда ну и вот Путин это спаситель который может поставить на место Америку и который может поставить на место Европу ну вот после этого какие-то материалы я поняла да 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 мы с Василием кое-какие материалы приготовили это конечно был фурор но по вашим меркам они довольно банально были ну это была сенсация вот мне уже приходили гневные письма например на мой электронный рабочий ящик что я продался американцам ну вот это движение об отсутствии государственных следов возмутило но возмутило оно интеллигенцию только и очень ограниченный круг так сказать то есть казахи ну жители Казахстана в основном ждут что вернется Советский Союз и вот наступит вот эта вот шара от которой всем будет хорошо так? просто вот эти связи налаженные с Россией они пока плотные никто не хочет вырываться но это восточный менталитет это было изначально у нас в Майдане невозможен в принципе вообще как бы плохо не произошло сказать слово начальнику начальник дан Богом то есть и воля начальника воля Божья у нас нет даже на таком уровне на бытовом скандалов с начальством это единица если кто-то скандалит то это ну так скажем люди европейского склада будем говорить казахи русские вот так ну да это война менталитета да кстати вот мы заговорили о геологии вот о георгийской ленточке которую срывают и растаптывают я видел много агитационных плакатов довольно солидных изданий где пассажки Колорадо растопнута георгийская ленточка потом российский двуголовый орел где-то там повергнуты тоже запутаны в этой ленточке вот это война идеология все таки так сказать к великой отечественной войне не только в России но и в Казахстане положительные отношения вот я что хотел уточнить вы отрицаете доблесть так сказать советских защитников а скажите вам известна статистика сколько воевала украинцы да 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 я понимаю да но вообще в целом в смысле насколько ну значимость так сказать к великой отечественной войне Влад на самом деле тема такая что давайте вы вы просто расскажете по ситуации в Казахстане как вы будете поддерживать наш мир вот давайте а по ленточкам я вам потом отдельно все собираю это очень важно если демонстрирует человек который топчит ленточку а святость у нас где-то сидит в подсознании вот как и у россиян святость великой отечественной войны это не святость великой отечественной войны на самом деле я вам сейчас расскажу историю ленточки понимаете вы сами себе удивитесь вообще что происходит я понимаю ленточка это бред это ленточка у нас сейчас связана с оккупацией под этой ленточкой убивают людей причем убивают мирное население под этой ленточкой застрелили первых людей в Крыму первого человека который погиб потом второго который тяжело ранен который до сих пор лечится он в Одессе находится он лечится до сих пор он инвалид понимаете ленточка это символ российской оккупации поэтому конечно ее будут сжигать ее будут растапливать это не память это не память это довольно светлый символ который был когда-то но сейчас в глазах украинца он стал символом оккупации ну как было со свастикой например это же тоже был древнеарийский символ который никому ничего не делал плохого это не символ это в том что для Украины это не символ уже светлый символ это придуманная технология путинская да это придуманная технология для замыливания глаз своим собственным гражданам а также русскоязычным гражданам бывшего постсоветского пространства это все то есть уничтожается символ оккупации я просто хочу уточнить чтобы не было недоразумений конечно так вот эти вещи они более эмоциональные они больше действуют на необразованного человека с того что не будет перебирать все учебники по истории или в интернете она видит что какой-то украинец топчет георгиевскую леточку который символ победы все значит он фашист логика простая вот и к сожалению такие люди попадаются на пропаганду люди думающие аналитические мыслящие ну по крайней мере пытаются забраться из фронта Влад давайте все-таки вернемся к Казахстану как вы собираетесь поддерживать ваш мир московский 21 сентября личные 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 публикации а так единомышленников у меня нет и в Украине в целом ну они там разберутся сами это от нас далеко 3000 км ну люди у которых там есть родственники а таких немало переживают все-таки и все вот эти рассуждения у нас нету такого оголтелого как в России что у всех так сказать лепидеровцев надо перевесить у всех лепидеровцев все вот эти разборки идут на кухнях и не дальше того то есть так сказать какого-то сильного движения либо за Украину либо против нет но есть существенное влияние российской пропаганды есть существенное